Прошу вас, посаживайтесь, а то мы до утра не кончили. Прошу вас, посаживайтесь. Я, по-моему, успел объявить, но еще хотелось повторить. Постарайтесь не забыть до конца нашей программы, что все желающие сделать снос в пользу нашего журнала смогут это сделать уже в конце второй половины, уже после нашего концерта. Там в углу есть столик, но перед выходом на столик сидит Люба Любжон, которая примет с благодарностью эту муслу, если она появилась. Через фейсбук послать. Итак, я продолжаю. Уже набралось несколько просьб, которые я постараюсь выполнить, если не, правда, невыполнимые. В том смысле, что я либо не успел, либо забыл, либо не успел порепетировать, а то что-то, конечно, останется за рамками. Если будут записки поступать, посылайте их в первые ряды, а я попрошу тех, до кого эти записки в первых рядах достигну, пусть дождутся перерыва между песнями и передадут их, чтобы не было во времени. Ну, пожалуй, раз уж я начал еврейскую тему, я, пожалуй, еще одну песню спою из этой серии, а там, может быть, для нее делать еще одну, и на уже несколько попозже. Есть у меня небольшая серия, которую я чуть позже исполню. И там тоже будет одна песня из еврейской серии, хотя она там будет звучать по причине некоторой особенности. Сейчас я спою песню, которую мне очень нравится петь из моих израильских сочинений. Они по городу идут, читают Тору. Они в автобусах сидят, читают Тору. Они за рыбою на рынок, за бумагой, в контору коридорами идут, читают Тору. У моря красного лежат, читают Тору. У средиземного лежат, читают Тору. Они лежат, они стоят, они сидят, они идут, они едят и бьют. И тут читают Тору. Трясет Исландию, они читают Тору. Колотят Друзию, они читают Тору. Россия и Сирия поставила четыре партии. Ракет, земля, земля, они читают Тору. Мне замечательно, они читают Тору. Мне отвратительно, они читают Тору. Их уважают, унижают, обожают, обижают, аютают, а это они, я читаю. Лежа и стоя, иди и сидя, благоговейно и уверенно. И он таким образом видит, что все еще, не все еще потеряно, еще не все потеряно, не все еще потеряно, еще не все. У меня есть песни, где я воспользовался чужой музыкой, цитат. Я цитирую ее. Понятное дело, что песен, написанных с помощью композитора, допустим, Дашневич или Гладкова, у меня много. Но есть песни, в которых идут цитаты из других композиторов. И я хочу вспомнить три из них. Музыкальные цитаты. Эту песню я, по-моему, никогда в Израиле не пел, недавно стал ее вспоминать. А вот, с не ошибусь, в 68-м году великий театральный режиссер Петр Анаутович Фоменко, пользуясь давним со мной знакомством, пригласил меня. И это был первый заказ театральный настоящий, государственный, с договором, с гонораром и так далее в моей жизни. Представьте себе, это был сразу заказ на Шекспир. Фоменко ставил в театре на Малой Бронной раннюю комедию Шекспира «Как вам это понравится?». Я спросил, что тебе туда нужно? Он сказал, сколько хочешь, про что хочешь. Понятно, потом эти «что хочешь» мы немножко уточнили, но я взялся именно с таким размахом, с таким масштабом, заданный мне заказ, взялся за него именно с размахом и, так сказать, с легкомыслием молодости. И сочинил штук 15 номеров со своей музыкой. Там был свой композитор Алексей Александрович Николаев, мы с ним очень потом подружились. У Шекспира в этой пьесе своих 10 песен-текстов было, и все эти тексты заполнил своей музыкой Алексей Николаев, а остальные 15 были исключительно мои, Шекспир о них даже не догадывался. И в частности, вот эта ария, где я процитировал музыку, где я процитировал, вы легко знаете, что я там процитировал. Немножко фонит. Еще раз, два слова, прежде чем сказать, чья это ария. Там есть 10, что? Витум сказал все. Все нормально. И еще надо сказать, что эта ария небольшая была написана для персонажа по имени Оливер. Это такой был нервный старший брат главного героя. Главный герой-любовник был Орландо. Его роль в этом спектакле сыграл Смирницкий. Может быть, слышали это имя, и, может, даже помните его в других ипостасях. Вот он играл этого брата, любовника. А этого Оллера, гнусного такого, закомплексованного старшего брата, эту роль репетировали два актера. И первым ее репетировал Валентин Гафтс, собственная персона. Он мгновенно выучил эту арию, распевал ее во всех углах и обнимал меня от всей души и распахивал при виде меня вот такие... А он два метра, огромный человек, Валентин Гафтс. Он распахивал свои объятия в виде меня. Я в них тонул, а он говорил, ну что мне делать с моим талантом? И вот он, потом прошли годы, ну лет тридцать, наверное, прошло, где-то мы с ним встретились. Я помню, я помню, я эту арию все прекрасно помню. Я ненавижу брата, ну конечно, помню. И запел. Я ненавижу брата, я ненавижу его. И в этом семья виновата, и в этом семья виновата. Зачем не родили когда-то меня одного? Я ни злодея, ни тема сама, не хочу никому. Но нет, мне не знали покою, Зачем он мне послан судьбою? Зачем он, зачем он, зачем он, зачем он, зачем он, зачем он? К чему? Прости, великий Боже мой гнев, Мой пылкий нрав. Быть может, брат не виноват, Причем, быть может, он прав, а я не прав. Но как мне удержаться от гнева моего? Пусть это святотанство, Я ненавижу его. Ни из-за богатства, ни из-за наследства, Ни из-за превосходства, ни из-за первородства. Ненавижу с детства. Не знаю, не знаю, не знаю, Не знаю от чего. Не знаю, не знаю, Не знаю от чего. Стащил немножко Чайковского, конечно. Стащил Чайковского. Как бы предвидеть дальнейшее с ним сотрудничество. Я не сотрудничал немножко с Петром Таличем. Те, кто видел мультфильм Гарри Бардина «Гадкий утенок», те могут засвидетельствовать. Там 8 моих текстов, все написаны на музыку Петра Ильича. Музыка немножко, так немножко скорректирована под этот мультфильм, но все главные темы, почти все главные темы. Я, конечно, раскатал губу, думаю, сейчас напишу «Танец маленьких ребяток». Это можно было сочнить, но режиссер взял этот танец как танец. И там у него утенок танцует этот танец среди этого птичьего двора. И никаких слов не потребовалось. Но основную тему... Я наполнил словами, стыдно не буду пить, не буду. Да, но это по поводу Чайковской. Теперь, значит, еще есть одно у меня сочинение, где я тоже процитировал некоторую музыку. А, да, да. Процитировал музыку в самом конце. Потому что я без этого не смог, потому что это сочинение завершало некоторый спектакль, и надо было его закончить мощно. Пострадал Битхоин. Причем не только Битхоин. Но тут точной цитаты сейчас не будет в начале. Я даже не знаю, расслышите ли вы в начале, чью музыку я несколько похитил. Хотя я был убежден, что я сочинял сам. Что я ходил в госпит, как я гениально сочинил. Это называется «Серенады» и «Финал». Вот в «Серенаде», мама моя, как я быстро и замечательно сочинял музыку, потом мне указали, что я так подсознательно, но свистнул, но подсознательно. Это единственное, что меня... Испанка, молодая, садись на коня, садись на коня и держись за меня. Поедем, поскачем, стрелой полетим, свидание назначим, кому заходим. О, как ужасно опасны Страстные речи твои. Боже, как страшно, Боже, как страстно, хочется нежной любви. Боже, как страстно, боже, как страстно хочется любви Пусть черные силы бедою грозят, пусть нет нам с тобою дороги назад Но чахнут неволи, пока молода, испанка не станет, нет, 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 испанка горда Белая роза надежды, алая роза любви О, как мы пышно, о, как мы нежно, обе в душе расселить А-а-а, а-а-а, а-а-а-а, а-а-а-а-а, белая роза доброй надежды, алая любви Белая роза надежды, Алая роза любви О, как нам хочется, чтобы Обе в душе вас свели Вот для чего эти танцы Пей с ним у ряга Чтобы любовь и надежда Не покинали тебя Чтобы любовь и надежда Не покидали тебя Надежда и любовь Да не покинут никогда тебя Любовь с надеждой Пусть не покидают никогда Тебя надежда и любовь Никогда не покинут Пусть! Для необразованных Процитирована повертюра Эгман А что касается Откуда я стощил Это кажется венгерским танцем Брамса Если не ошибаюсь Это потом уже мне указали на это А я, честно говоря, думаю, что я сочнём всё это Ну и так далее Ну и наконец самая мощная кража У товарища Верди И в всех прогрессах, и в всех регрессах А также стрессах своих и чужих Мы ежегодно справляем песок Наш главный праздник серьезный Мы ежегодно справляем песок Покушаем фрукты и вино И в наших гимнах, и в наших песнях На праздник песок Песок Звучит одно До свидания Египет прекрасный Мы уходим в пустую пустыню Где живёт только наша свобода С ней построим мы город и храм на горе Впереди много новых Египтов Век за веком потянется наша разлука Всё равно мы сюда возвратимся Всё равно мы вернёмся сюда навсегда Нас завалит дарами и Вавилон, и Вашингтон Всё равно мы сюда возвратимся Там Европа поставит непроходимый заслон Всё равно мы вернёмся сюда Навсегда Море крови и мрак фанатизма Море крови и мрак фанатизма Бесконечных могил череда Всё равно мы сюда возвратимся Всё равно мы вернёмся сюда навсегда Здесь, на этой земле Мой свободный народ Пьёт вино по весне За великий исход Да ей, ну а дуна и... Да ей, ну а дуна и... Четыре голоса иногда Дайте, пожалуйста, попросите голос Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так, и так, приступаем к исполнению заявок АПЛОДИСМЕНТЫ Это вступление, писье Анои и его сыновья Вот её, эту песню пела Серёжа Талтакова Очень любит эту песню Самый древний парт из живущих России Дмитрий Атонович Сухарев Как спокойно, как красиво На рассвете люди спят Словно нет и не бывает Огорчений и утрат Все вчерашние заботы Словно смыл блаженный сон Брови хмурые расправил И морщины сгладил он И доверием, и покоем Дышит каждая черта Только, может быть, осталась Складка горькая у рта Это след неизгладимый И откуда он мог весть От того, что счастья нету Нету От того, что совесть есть Посмотри на человека В сонной утренней тиши Сколько в нём тепла и света Нерастраченной души В дожди звеней будильник Придержи идущий день Дай ещё полюбоваться На людей, как на детей Да ещё полюбоваться На людей, как на детей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я из этой пространной заявки Мне здесь очень лестно, что автор этой заявки Вспомнил мои стихи, не положенные на музыку Но я эти стихи, они мне нравятся Они мне тоже очень нравятся, но я их не готов прочесть А в этой книжке, которую я захватил собой, их нет, к сожалению Так что будем иметь в виду когда-нибудь в этих же стенах Может быть, пройдёт вечер Кима как психотворца У меня есть что почитать АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, что касается трёх песенных заявок То вот одна из них Она хорошо всем известна Эта песня хорошо всем известна Она стоит в ряду песен Которые вызвали очень лестные для меня комплименты Вот сейчас я её спою, потом расскажу про комплимент Потом спою ещё одну про тот комплимент И всё Сразу три, будет три Сначала вот это 19 октября Это как раз хорошо адресуется ко всему моему славянному поколению шестидесятников Был написан в 1973 году Музыку сочнил Володь Дашкевич Заказал её Юра Карякин Он вёл тогда учебные передачи на телевидении У него было три темы Лицей Пушкинский Достоевский, естественно, и декабристы Вот к лицейской передаче он попросил что-нибудь в духе Пушкина о лицее написать Чтобы это было и подражание Пушкина и одновременно о всех нас тоже В 1973 год к тому времени со всеми нами тоже очень много чего произошло Произошла и знаменитая речь Хрущёва и масса других событий И в 1968 год произошёл и Чехословакий И чего только И диссиденты появились И аресты И ссылки И вынужденные эмиграции Всё уже в 1973 году произошло Было О чём написать в Мандан Кушкинским лицейским переживанием Конечно, не самым ранним, а в Польше Да Тогда, душой беспечной невежды Мы жили все и легче и смелее На пороге наших дней Неизбежно мы встречаем Узнаём и обнимаем наших истинных друзей Здравствуй, время гордых планов Пылких клят и долгих встреч Свято дружеское пламя Свято дружеское пламя Да не просто уберечь Да не просто уберечь Всё в житиях вот и дни Всё в житиях вот и дни Всё в житиях легко и смело Не высчитывать предела для бесстрашия И любви, и подобно лицеистам Собираться у огня В октябре багря на листах В октябре багря на листах В октябре багря на листах Девятнадцатого дня На девятнадцатого дня Но судьба свою возьмёт Поемщицки лихо свистнет Всё по-своему расчистит Не узнаешь наперёд Гремит бешеная вьюга Захохочет серый мрак И спасти захочешь друга Спасти захочешь друга Да не выдумаешь как Да не выдумаешь как На дорогах наших дней В перепутьях общежитий Ты наш друг, ты наш учитель Славный пушкинский Лицей под твоей бессмертной сенью Научиться бы вполне Безоглядному веселью Бескорыстному довелью Вольнодумной глубине Вольнодумной глубине Вольнодумной глубине Вольнодумной глубине Вольнодумной глубине Да, мы будем... Да, конечно, сразу вспоминаешь много имён Может быть сейчас самое ближайшее к нам Владимир Константин Буковский Которого дедам хранили Там, в Англии, в Кенверджи Он бывал здесь Он бывал здесь, даже выступал С каким-то, я не знаю, что... Я тогда не был Я не помню, о чём он говорил Но он всегда говорил Хорошо, интересно Это был мыслитель большого масштаба И хорошо его, потому что Сегодня вспомнить Наряду с большой чередой Замечательных лиц Из которых хорошо помню ещё одного Вот на его вечере в этом зале я был Это был Есенин Вольпин Его, можно сказать, выписал сюда Володь Дершович И я помню, что Есенин Вольпин приехал Ему уже был, по-моему, под 90-е Или уже за немножко И гордо говорил Я пришёл читать лекцию По самой... По самой сложной И самой главной Значит, это не тема как-то... Отделу математическому По арифметике У меня есть железное заказательство Единица равна нулю Он занимался математической логикой Которой мне потом объяснили Занимается три человека на всей планете Они хорошо друг друга знают И так далее, и так далее Кто-то... Я не знаю, здесь Сид Рипс Он мог подтвердить Всё, что я говорю правильно И разоблачить всё, что я говорю неправильно Но, тем не менее, вот говорят Что вот для них Доказать, что единица равна нулю Вещь возможная для остальных нет Замечательно помню, как Александр Сергеевич Есейный Гольфвинт Здесь, в этом зале И читал свои стихи Тоже великий был человек И великий диссидент, безусловно Это... За него, когда вступилось В году в 68-м Вступилось огромное количество Математик МГУ Они потом все в разной степени пострадали За письмо, которое они Сочинили в защиту Есейна Гольфвина Насильственно внедрённого Посаженного в психушку И... И... Так что и с этим событием связано Его имя А уже из частных рассказов Я помню одно, которое до сих пор Меня восхищает Он был в ссылке В Карганде Помнился И к нему Приехали друзья Айхенвальд с женой Которые тоже были в ссылке И они приехали его там навестить И вот в обеденный день В большой столовой Где сидело много всякого Цельного народу Они оказались в разгар обеда И не могли найти свободного места Алик посмотрел Посмотрел на себя Сейчас будет свободное место Он искал какой-то Особенно глянувшийся ему столик Там еще дерево Четыре человека Он подошёл Наклонился над ними И сказал Сталин преступник Через секунду Все четыре стула были свободны Но надо отдать должное Этим самым Которые очистили стулья Никто на него не подумал Потому что он за это За это не получил никакого срока Зато гости были усажены Это Я уже, так сказать Затурвал такую тему Которая не имеет конца Конечно Потому что здесь Здесь есть Ёси в виду Здесь есть много хорошего народу Одного из которых Достаточно Чтобы занять наше время До самого утра Только своими воспоминаниями О славном Времени О славном Диссидентском Времени Пятидесятых Шестидесятых Семидесятых Восьмидесятых Годов Ладно Сейчас я Зарапортовался А Я Сказал Что Я спою песни Которые 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 Не песни заслужили А Через которых Я получил Некоторые комплименты Которым я горжусь Вот Что касается Девятнадцатого октября То Дело обстояло так Так В девяностые Годы Уже Многие школы Были Переименованы В Лицее Гимназии Колледжи И так далее И так далее И вот Какой-то Корреспондент Московской Правды Накануне Учебного Года Объехал Какие-то Колледжи И Один лицей Написал о нем Заметку В Московской Правде Содержание Заметки Мне Не запомнилось Ни на секунду И фамилия Корреспондента Тоже Но Эпигров Эпигров Эти заметки Мне запомнилось Он был взят Из моей песни Которую Только что Слушали В октябре По граналистам Девятнадцатого дня А Кушки Вот Такое получилось Вот еще песня Которая тоже Заработала Некоторые комплименты Это Из того же Шекспира Где Вы слышали Арию Оливера Это Была Ария Розалинды Главная героиня Которая В поисках Отца И счастья И так далее И так далее Переоделась Мужское платье И сбежала Из Под крыла Сурового герцога Своего дядюшки В лес И она Бродит по лесу Эту роль Играла Ольга Яковлева Дай Бог ей здоровья Она Живая По сей день И долгих лет Она была Превосходна Оля Яковлева В этой роли Потрясающая Какой ей сделали Мужской костюм Глаз не оторвает Единственное Чего не хватало Ей не хватало Музыкального слуха Она Начисто его лишена А я написал Ей такую Алию И потом За кулисами Какая-то Приглашенная певица озвучила Или потом Оля пыталась Ее больше декламировать Чем напевать Как они обошлись Этим я не помню Но Алия была Мне кажется Очень хорошим У меня получилось Вот она броет В мужском саду Ой В мужском костюме В этом лесу И С кем Кого только она не встретит Все сразу Заражаются Ее Вот такое Ее поисками любви Она ищет своего Возлюбленного В этом лесу И она Счастлива Что скоро найдется И весь лес Наполняется Любовными Стонами Восторгами Вздохами И так далее И кого только она не встретит Все сразу поддаются Ее обаянию И обаянию Вот этого Любовной Атмосферы И она Поет Среди этого Своё Ария Я Словно я И не я В мире И новом И прежнем Снов Очарова Нежным О Не будите меня И Как полна Глубина Света В полуденном Небе Тело Исполнено Небе О Не будите К Меня Амур Достаёт Неустанно Стрелу За стрелой Из Колчана Всесильный Где Прячется Он Сердце За раною За раною Рано Всюду Везде Глубина Глубина Эту музыку Вот она К сожалению Все эти ААА Выполнить Не могла И За нее Старалась Либо Все Заменяла Музыка А музыку Эту Замечательно Оркестровал И потом Похвалил Тот Самый Алексей Александрович Николаев Который Был главным Композитором Этого Произведения Шекспира Плюс Померка И вот Он-то И отвалил Комплимент Сказавший Что под этой музыкой Расписался бы Прокофьев Вот До сих пор Я горжусь Этим Великим Комплиментом И еще одна песенка Под которой Готов был Расписаться Еще один Известный Композитор Эта песенка Возникла Когда меня Пригласили Сочинить Уж О чем я даже Не мог и помыслить Фанвизни Сочинил Маяковскому Сочинял Кобыловку Сочинял Короче говоря Но чтобы Достоевскому Я даже Представить себе Не мог Что возникнет У кого-то Мысль Какой-то спектакль По Достоевскому Ускорить Какую-либо Песню Часто мы знаем Сейчас идет Преступление Наказание Целый мюзикл Артемьева С текстом Юры Ряшенцева Но в те времена Где-то была Первая половина Семьдесят Первый Семьдесят Его Романа Подросток И вот Для этой Сценировки Меня просили Сочинить песню Я конечно Прочел Подростка Тут же Про что Да нет Ты читать мог бы не читать Просто Представь себе Петербург Достоевского Он был Сумрачный Немножко Таинственный Какой-то Опасный Одновременно Болезненный Вот Такой У нас Осенний Какой-то Дождливый Петербург И по дворам Этого Петербурга Бронится Шарманщик Задет Шарманщик Не Не На своей шарманке А внучка Пает И одновременно За себя И за петрушку Тряпешно Которого 故 она держит на руке И поет за себя И за него Вот Он может этот Дует Внучки и петрушки За которую она же И поет Сочинить Я закрыл лаз и представил себя Петербург Достоярскому. Вот такой святый старичка с внучкой-шаманкой, с Петрушкой на руке и довольно быстро. Голубчик Петрушка собрался куда? Уж поздно, уж темно, все спят, господа. Я на лыжок близкий, на бережок низкий, По зеленой травке выйти хочу погулять. Голубчик Петрушка, гулять не ходи, Уж поздно, уж темно, ты дома сиди. Дома у нас бедно, дома у нас скучно, Дома сидеть скучно, не с кем в Петрушке играть. Голубчик Петрушка, я двери затворю, Уж поздно, уж темно, гулять не пущу. Мне бы всего часик, я бы пришел скоро, Мне бы лужок близкий, на бережок низкий, Мне бы всего часик, я бы. И был у меня концерт в Доме композиторов, Ну, где-то там в конце 70-х или начале 80-х. И вот я спел там свою Петрушку, И после этого, после концерта, Ко мне подошел композитор Терибертиев, Который сказал, у вас очень хорошая музыка, Ну, под Петрушкой я бы расписался, в первую очередь. Он нашим мальчиком сказал, но он имел именно это в виду. Он сказал, да, что все остальное, он мог высочередить, но это особенное пределение, может быть, и не смог. Вот так он расписался под этим произведением. Вот я все свои ордена вам выложу, сейчас вы посмотрите, что еще. А, сейчас, секундочку, сейчас я подумаю, чтобы такое... А вот я сейчас свою лирическую песенку, коротенькую лирическую песенку, Которую мы с Дашкевичем сочинили для фильма «Гонщики». Режиссер-постановщик настаивал непременно, чтобы эту песню исполнил главный герой. Для него, собственно, писатель. Роль главного героя исполнял Евгений Павлович Леонов, Отличавшийся в полном отсутствии музыкального слуха. Он отказывался, режиссер настаивал. Тем более, иногда он в ноты попадал. Может быть, даже не помните, «Малорозинка белый». Где-то он в каком-то фильме исполнил. Но я боюсь, что и там его записывали так, как записывали в этот фильм. Короче говоря, режиссер настаивал. Ну, что же делать? И Дим Павлович согласился и пошел на эту каторгу. Каторга заключалась в том, что на него потратили, по-моему, 8 часов в 7. Пока добились, чтобы он попал во все ноты. А попадал он кусочками. Вот он споет, первые строчки или первый куплет споет. Вот пятый так и восемнадцатый попал. Откладывает, пятый и восемнадцатый. Кто просит его повторить? Вот он попадает в семнадцатый и седьмой. А опять от кусочков. И вот такая мозаика набралась. И когда ее слепили, получается, сидит себе Игорь Павлович и поет совершенно спокойно. Каждую нотку попал. И все хорошо. И в кино так она звучит. Это самая песенка, которая сейчас и прозвучит. Дашкевич рассказывал, что во время записи проходил мимо Шостаковича. Услышал эти звуки. Остановился. Улыбнулся и сказал, я различаю одну шестьдесят четвертую ноту, но таких звуков нет. Я на лодочке плыву по реке широкой. На далеком берегу домик одинокий. Словно дальняя звезда в нем окошко светит. Кто встанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой далеко ты светишь. Без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну. Как-нибудь тебя найду, когда плыть устану. А я дальше поплыву и назад не гляну. Как-нибудь тебя найду, когда плыть устану. Вот и все песни. Меня просили спеть какую-нибудь песенку из довольно обширного репертуара. Песни, написанные в Великой школе специнтернат номер восемнадцать для вундеркиндов, одаренных физикой и математикой при МГУ. Я туда прибыл в году в шестьдесят пятом и с некоторой робостью предложил этим вундеркиндам попеть со мной. После 135-й школы, где не было таких больших вундеркиндов, таких умных, но отказались со мной петь песни, а я для них сочинил восемьсот двенадцатый год, отказались они со мной петь. Я думаю, но эти вундеркины тем более задерут нос. Куда там? Они с большой охотой поддержали мое начинание. И мы с ними, по-моему, несколько мюзиклов таких самодельных сочинили, поставили. И, должен вам сказать, что не только наш интернат или университет собирался на наше представление. Как вы чувствуете, мой вокал начинает походить на вокал Евгения Павловича, поэтому я сейчас спою несколько песенок и на этом, пожалуй, все закончу. Еще у меня в запасе одно стихотворение так и есть. Сейчас. Сначала песня. Эта песня – мое высшее достижение в области мюзиклов физико-математической школы, потому что эта песня входила в состав небольшого песенного приключения. Сюжет очень простой. Вундеркинам надоело заниматься физико-математикой, и они отправились пиратствовать на свободное море. И поскольку они все-таки были интеллигентные люди, они не сумели с этим справиться. Вокруг моря хочется очень обратно в интернат, обратно в школу, но стыдно начать, стыдно признаться, что даешь слабину. И поэтому они терпеливо голодают на своем корабле, не знают, что делать. В это время их догоняет учитель физкультуры Олег Алексеевич, который тоже захотел вместе с ним попираться, ему страшно надоело преподавать физкультуру этим самым несчастным вундеркиндам. Они его прилили, Олег Алексеевич, здрасте, здрасте. Тот, ой, ребят, сейчас погуляем, мы возьмем на абордаж каких-нибудь там встречные корабли. Это, конечно, все будет, ладно, а что там дома-то у нас еще? Ой, дома так скучно нельзя. А что скучно, что нельзя? Весь интернат сошел с ума решать задачу. Что решит без экзаменов на мехмат, да? Может быть, вы условия знаете, как? Да, условия идиотические, абсолютно, и там знать нечего. Но они все сидят, и они, а какое условие? И условие такое. Из пункта А в пункт Б выезжает велосипедист со скоростью В. Определись, пренебрегая сопротивлением воздуха, зачем он туда поехал. И вот тут они сидят, они сразу забывают о нем, каждый хватает бумажку, листочек, карандашик, и судорожно начинает решать задачу. И вот этот процесс решения задачи я изложил в песне, которую они решают все хором. Из пункта А в пункт Б поехал велосипедист Петя. Из пункта А в пункт Б он так и живет на велосипеде, Он так и живет со скользью В, хотя его никто не гонит, И денег у него нет, и вовсе ничего нет, кроме ветра в голове. Спрашивается в задаче, черт его несет туда от любимого тем паче пункта А. Из пункта О в пункт Ю идет корабль течения супротив. Из пункта Ю в пункт Е идет верболёт в пустыню укротив. Идут дожди, уходит зима, и все вообще идет и едет, Как будто по приказу решительно, и сразу посходили все с ума. Спрашивается в задаче, а задача решена, Это, братцы, не иначе, как весна. Весна, весна, зимые взобрели, Народ на стадионы бежит, как на пожар. Весна, весна, и соловьи запели, Темная ночка, в ладный киножан. Итак, дальше шел Дима Швейдарова. Итак, стихотворение и последняя песенка. В заключение больше у меня сил. Силы есть, но с вокалом проблемы, как вы уже заметили. Итак, стихотворение называется «Наше завещание». Мы – уходящая натура. Уходим мы из объектива. Мы – уходящая культура того давнишнего призыва. У нас такое поручение от наших селеньких небес Свечи поддерживать свечение Среди Газпромов и АЭС. В ее немеркнущем мерцании Из года в год, из века в век, Из года в год Хранит смысл существования Тех, кто людьми себя зовет. Мы нам завещанные свечки Оберегали, как могли. И вы уж тоже Обеспечьте заботой нежные огни. И, наконец, еще одна песенка Музыку, которую я сам у себя и похитил Это была интернатская песня, Когда написанная для выпускного вечера С этой песней И прощались с интернатом. Но потом я Сделал из нее Свой личный Вариант Текста. Оно оставил всю. Который, и этой песней Я время от времени завершаю Своё выступление. До свидания Я даже помню, что текст был опубликован В Иерусалимском журнале. До свидания Пароходик мой будет Вдаль далекою зовет Морехода До свидания Можно трогать, поморясь И погода в самый раз Для отхода На прощание Надо блюбочку налить Да скаловаской сочинить Бутербродик Чтоб честью проводить Пароходик Это чудо Как у вас я погостил Как ваш дом я навестил Хлеб посольный Я отсюда Отправляюсь по волне Как полковник на коне Всем довольны Потому что Я скажу вам, господа Я скажу вам, как всегда Простодушно Было грустно иногда Но не скучно До свидания До свидания Милый зал Где вела свой скромный бал Моя лира До свидания С вами славно было мне Только жаль, что время неумолимо О жизни тайна В том, что свой всему черед За свиданием настает Расставанье Пароходик мой гудет До свидания 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 Спасибо. Еще раз напомню о том, что там все есть зоны и так далее. И второе, если кто-то хотел получить автограф на одном из журналов, а в каждом журнале есть мои книги, то я поэтому имею полное моральное право ставить автограф. Спасибо.